Когда лучше обрезать драцину для ветвления? Рассмотрим технику обрезки драцены. Заставим нашу красавицу ветвиться. Вполне естественно обрезать драцену. Процедура проводится, когда растение значительно выросло или если задумали укоренить ее верхочным побегом. Часто оба стремления наслаиваются, поэтому проводят двойную процедуру по уходу за драциной, обрезку и размножение. Как обрезать драцену? Первое. Взять чистый секатор. Второе. Сделать срезы на 10 см выше уровня земли. Третье. Расположить секатор горизонтально. Четвертое. Придерживая побег у основания, срезать верхушку. Пятое. Обернуть старый, не срезанный побег влажной ткани, располагая под линией среза и не заходя на сам срез. Шестое. Накрыть полиэтиленовым пакетом, периодически открывая на проветривание. Обрезанная часть драциной через пару месяцев даст новые побеги, и рост материнского растения продолжится. Срезанную верхушку драциной укореняют во влажном грунте, после чего еще одно растение. Новый побег не обрабатывается, а сразу помещается на 5 см землю. Трамбуется земля, ставятся колышки, чтобы верхушечная часть не падала. Предложенный метод обрезки подходит для ветвления драциной. Как обрезать драциной для ветвления? Сделать обычную обрезку с помощью острого секатора. Срезанную часть использовать по усмотрению. Обрезанный побег обработать парафином и поставить под рассеянное освещение. Установить температуру воздуха на отметке плюс 25 градусов. Через 2 или 3 месяца начнут появляться боковые побеги. Сначала просто как зазубренный, а затем более отчетливо видные. Через 3-4 месяца сформируются привычные зеленые побеги. Поэтому можно говорить об успешно проведенном ветвлении драциной. Когда обрезать драциной для ветвления? Когда побег сильно разросся. Когда драцин начала галяться. Когда высота драцены достигла 40-45 или 50 см. Это уже много. Период обрезки драциной для размножения ветвления цветовод определяет сам. А вот время обрезки нужно согласовывать с определенными стадиями развития. Обрезая драцину перед началом вегетации. Когда обрезать драцину? В начале весны до периода покоя и активного движения соков. По окончанию периода покоя в утреннее время в пасмурные дни. Слишком рано зимой драцину обрезать не надо. Так как от перепада температур и влажности почвы растение может не восстановиться. Часто драцены подгнивают или сохнут. Если ослабленные побеги испытали сильный стресс после обрезки. Если побеги частично погибли или вытянулись, потребуется дополнительная обрезка. Но основная часть драцины не должна укорачиваться сильно. Основную побегу нужно оставить 20 здоровых сантиметров минимум, чтобы растение продолжало развиваться. Подлечить загнившую часть можно древесным углем или биопрепаратами. Отлично помогают эпин и циркон, которые восстанавливают соединительную ткань и ускоряют формирование побегов и корней, смотря какую часть обработаешь. Парафин, влажная ткань или полиэтиленовый пакет удерживают влагу, но создавая лишь необходимые температурные условия и собственно влажность для стимуляции зеленых отростков, но никак не гарантируют защиту обрезанного растения от развития заболеваний. Пишите в комментариях, как вы обрезали драцену, что посоветуете своего опыта для лучшей обрезки драцены для ветвления.